Выставка «Необъятный Рязанов» открыта 90-летию со дня рождения режиссёра Мельдара Рязана. Родился он ещё до Великой Отечественной войны. По возрасту, однако, не участвовал в этой войне, а ушёл из жизни уже более двух лет назад. И это первая масштабная выставка, как сказано её организаторами, о творчестве Рязанова. Таким образом, она показывает, что фокус общественного внимания сдвигается ближе к послевоенному поколению, старшие представители которого росли и трудились в эпоху творчества Рязанова, а ныне уже не первый год являются пенсионерами. Лично я, как представитель этого самого поколения, давно хотел найти хронологическую ось, к которой можно ассоциативно присоединять историю послевоенной России, второй половины XX века, России советской, такой, какой я её видел собственными глазами. Фильмография Рязанова в выставочном варианте представилась мне очень удобной для такой цели. Традиционная же для советской культуры хронологическая ось на основе партсъездов и пятилеток, конференций, сейчас явно не так впечатана в систему образования, как в эпоху моей молодости и зрелости. И поэтому она явно не так впечатляет современных людей. Постсоветская история уже насчитывает более четверти века к настоящему времени, и её первые 15 лет тоже представлено в фильмах Рязанова. Показаны в этих фильмах предпосылки в позднесоветской культуре для тех культурных перемен, которые стремительно произошли и не всегда осознаются, особенно в их динамике, с их причинами, глубинными причинами в постсоветское время. У Рязанова есть экранизации произведений русской классической драматургии XIX века, причём без характерного для, по крайней мере, раннесоветской стилистики, гротеска. Если советскую экранизацию, рассказов, например, о Шерлоке Холмсе, экранизацию конца 1970-х, середины 1980-х годов, признали на родине их автора Канан Дойля, самой Англии, лучшей среди двухсот подобных попыток, лучшей в мире, то с подобными мерками уместно, наверное, подходить в России и к экранизации русской классики. И среди таких экранизаций мы найдём плоды творчества Эльдара Рязанова. Русская классика XIX века и её советские интерпретации не дают оснований рассматривать нашу историю в форме безмятежной колыбели, которую постсоветское общественное сознание пыталось угадать в чертах, проступающих сквозь советские штампы критического реализма. Штампы уже надоевшие и отброшенные, отчасти даже и неизучаемые в настоящее время. Под костюмами и декорациями сквозь антураж фильмов Рязанова можно искать вечную сущность действующих лиц. Это явно проступает уже в фильме 1961 года, в фильме «Человек неоткуда». А этот фильм не был в прокате с тех самых пор до самого конца советской эпохи. Не был доступен зрителю 28 лет. В предперестроечном фильме 1984 года «Жестокий романс» упомянуты имевшие хождение в XIX веке названия литературных альманахов, например, такие как «Новый Плутарх». И здесь надо прокомментировать, что современники искусства XIX века ожидали именно новую классику. И фильм 1969 года «Берегись автомобиля» начинается у Рязанова с открытой эпической аллюзии, там говорится закадровым голосом. А как в Древней Греции семь городов спорили за право называться родиной Гомера, так и семь советских городов спорят за право считаться местом, где происходила поведанная в фильме история Москва, Ленинград, там Одесса и вот некоторые другие города в этом контексте названы. И еще можно такие заявки на вечную классическую тематику отметить в фильмах. Скажем, последние сцены тумана в фильме тоже предперестроечном «Жестокий романс», это экранизация классики, эти сцены хочется интерпретировать в символике печальных блужданий души человеческой. Не просто человека в этой короткой жизни, а души человеческой. Вот мы куда подходим, и это не случайная вот такая у меня ассоциация возникла, можно целый ряд привести укладывающихся в эту смысловую тему образов. Скажем, во-первых, в фильме «Жестокий романс» эти зрительные образы сопровождаются звуком песни, «Не гадая в ад или в рай, хоть на край земли, хоть за край, так вперед». Вот все тут уже названо, можно сказать, прямым текстом. А в фильме 1996 года, уже постсоветском, «Привет, дуралей», финальный кадр, и не один кадр, довольно долгая сцена, показывают, как спеленутый от травм, уже практически находящийся при смерти, человек, встает, пелены эти бинты, гипс, с него спадает, и по сюжету под влиянием любви, которая передается зрительным образом. И явно это находится в контексте новозаветной образной системы воскрешения Лазаря. Художественный фильм 2006 года «Андерсон» у Рязанова и начинается, и заканчивается образами, ну, других слов просто тут не подберешь, образами спасения души, такими вот классическими библейскими символами. К этому близок еще один фильм, а именно вышедший в последние буквально дни существования СССР 1991 года «Небеса обетованные». И в фильме 1980 года, а это еще принято говорить «Застойные времена», большое значение Рязанов по своему замыслу, что вот показано на выставке, фильм называется «О бедном гусаре. Замолвите слово». Рязанов там придавал большое значение вида церкви с восходящей на высоту птичьего полета камеры вслед за кадрами последних мгновений жизни главного героя. И вот возник спор при постановке фильма о том, можно это включать, нельзя это включать. Он придавал этому очень важное значение. Ну и кроме того, если мы обратимся к показанным на выставке в исполнении самого Рязанова его лирическим стихотворением, которое он, оказывается, писал буквально с ранней юности, то там такая тематика тоже представлена, она волновала творческого человека с начала его жизни и до конца его жизни. Ну, еще надо сказать, что при изучении советской культуры 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, то есть позднесоветской, финальной советской культуры, можно дополнять беседы о фильмах Эльдара Рязанова анализом одновременных этим фильмам творческих, художественных продуктов, кинематографических, других режиссеров на сходную тематику и в сходном жанре. Ну, например, дебют Рязанова состоялся, такой заметный уже всем дебют, в фильме «Карнавальная ночь», знаменитом фильме 1956 года. Жанр, ну, можно смело сказать, жанр мюзикла, если судить мерками мирового развития искусства того времени. В советском искусстве такой жанр тогда уже был испробован. Скажем, фильм 1941 года «Конек-горбунок», фильм 1945 года, вторая серия фильма «Иван Грозный», который зритель долго не мог видеть. А мог зритель видеть фильмы такой буфонады стиля мюзикла 30-х годов, «Веселые ребята», «Волга-Волга». И вообще интересно посмотреть место советского киноискусства в этом контексте вместе с развитием мирового киноискусства. Скажем, в проходившем свое становление кинематографии независимой Индии, именно вот после военного времени, когда Индия, это огромная страна, стала независимой, мюзикл стал, в сущности, ведущим, если не единственным жанром для многих поколений до самого конца XX века. И зритель индийский просто не принимал другие жанры фильмов. И вот индийские мюзиклы часто переводились, выходили в прокат, дублированные их варианты в советское время, вот эпохи Рязанова. Ну а советские зрители, отечественные мюзиклы, видел в форме знаменитого фильма «Кубанские казаки», потом «Верные друзья». Ну и менее, наверное, известные с точки зрения проблем, аналогий подобные произведения уже 60-х годов, 70-х годов хотелось бы назвать для просвещения, для обсуждения, для установления всяких проблемных связей. Фильм Рязанова «Гусарская баллада», ну, можно сказать, музыкальная комедия, а можно, наверное, глубже сказать, вот, мюзикл-то в основе стоит, да? А у других режиссёров «Москва-черёмушки», «Айболит-66», а у Рязанова «Старики-разбойники». Есть там что-то не только в музыкальной, но и в образной системе, вот от такого мюзикла. Ну и у другого известного режиссёра интересный фильм «Карнавал» 1981 года. Явно здесь действия происходят на сцене среди людей, профессия которых связана с драматургией, с музыкой, с эстрадой. То есть это вот спустя более 10 лет повторяется и берётся за основу, по сути, такой же сюжет, который ранее был в известном фильме «Приходите завтра». И вот интересно, что в этом фильме «Карнавал» явно выходит на первый план вот этого художественного эстрадного мира, мира репетиций, а потом и мира вышедшего на телеэкраны. Агрессивная эстетика, которая поразила уже постсоветский шоу. Кто-то это стал воспринимать с негодованием, кто-то стал гадать, откуда это всё взялось. Но вот совершенно ничем это не отличается. В фильме «Карнавал», а ведь это ещё эпоха застоя, в 81-й год, кажется, что вышли из глубоких пещер вот эти эстетические приёмы танцев людоедов, которые Рязанов показал в фильме 1961 года «Человек ниоткуда». А ведь на 81-й год его рязановский фильм человек ниоткуда зрителю всё ещё продолжал быть недоступен. А вот в другом фильме «Другого режиссёра» немножко менее открыто, без вербализации, сопровождающих поведенческих установок, а только в образной системе, это пошло очень широко и очень глубоко воздействует на зрителя. Ну и ещё можно сказать, что прямо-таки эпические, вечные проблемы самоуправления небольших коллективов, ставшие проблемой самоуправления жизнью и экономикой, стали, ну, прямо путеводной звездой постсоветского политического лексикона. Но они подробно исследованы со всеми их лицевыми и оборотными, и нерешаемыми сторонами. В фильмах Рязанова 1961 года «Тот же человек ниоткуда», 1968 года «Зигзаг удачи», 1970 года фильм «Гараж» именно этому посвящён. Дальше хотелось сказать, что новые лидеры в таком социологическом значении, поколения, ну, поколения в контексте культуры базаровского типа, но рождение 1960-х, 1970-х годов. И Рязанов использовал, и исследовал, и показал вот таких лидеров в фильме «Дорогая Елена Сергеевна». Вот. Но сходная тема в те же самые годы исследована в фильмах других режиссёров. Один из них так и называется «Лидер», другой называется «Шантажи» с 1987 года, третий более известный, может быть, фильм «Пацаны», четвёртый тоже, может быть, более известный, особенно перед распадом СССР, фильм «Плюмбом», тогда нашумевший среди кинокритиков. Вот какими соображениями, авторскими соображениями хотелось поделиться. У микрофона был Виктор Викторович Федотов. «Плюмбом» «Лидер» «Медведь, «Медведь, «Сваль, » «Связь» «Связь», «Связь», «Связь» 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 «Играем». «Связь» «Виктор Виктор 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 Викторина» «У Riot «Виктор Викторина» «Четко уставим, как год вонкий вон». «Душь». Потом мы становимся старше, Идут над манерные марши, Сменяющие звучат барабаны, Завучшие странные храны. А вот увенчали на славу, Прохожие тарелки, литавры, А как ожидать, От внешней сады? Кончается, в общем-то, Мы с тобой с тобой. Мелодиум дивная сила, И мы порою большим. Поехали.